Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 1 копейки 1937 года. Монеты изготовлены из алюминиевой бронзы, сплав меди с небольшим количеством алюминия. Гурт рубчатый с множеством вертикальных насечек. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Параметры монеты. Диаметр 15 миллиметров. Масса 1 грамм. Толщина 1 миллиметр. Сплав алюминиевая бронза. Гурт рубчатый. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты более 97 миллионов экземпляров. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колосьев. Вместе олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по 5 штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись СССР. Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. Вверху имеется крупная цифра 1, указывающая номинал. Под ней, слово «копейка», оцентрированное относительно номинала. Ниже, год выпуска, 1937. Еще ниже имеется круглая точка. По бокам вдоль канта расположены два пшеничных колоса, скрещенных внизу. Стебли колосьев имеют продолжение. Проходят вдоль канта и верхние части монеты соединяются вместе. Вдоль стебли имеется 7 участков, состоящих из двух точек. Одна копейка 1937 года имеет 25 разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Для начала рассмотрим цену обычной стандартной монеты, и впоследствии уже перейдем к самим разновидностям. Итак, средняя цена монеты одной копейки 1937 года, составляет 150 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Также рассмотрим варианты аверса монеты, их всего два. Вариант первый, звезда справа и контуры лент между первым и вторым сверху витками не сдвояны. Вариант второй, звезда справа и контуры лент между первым и вторым сверху витками сдвояны. Определите по фото на экране и запомните какая у вас разновидность аверса, так как впоследствии будем разбирать только разновидности реверса монеты. Для определения реверса монеты будем использовать методику широкого. Также вы можете нажать на паузу и самостоятельно определить какая у вас разновидность по фото на экране. Для начала необходимо определить уровень расставленности цифр в дате. Если вертикаль, проведенная от кончика гаст и цифры 7 вверх выходит правее буквы и краткая, то это разновидность А. У данного варианта верс монеты первого варианта. Средняя цена разновидности А составляет от 400 до 800 рублей. Если же вертикаль, проведенная от кончика гаст и цифры 7 вверх выходит под правую ножку буквы и краткая, то это может быть любая разновидность от Б до Х. Для их различия необходимо анализировать форму черешков у внутренних листьев в колосках. Если она с прорезью, то это разновидности Б, В, Г, Д или Е. Если же без прорези, то это разновидности М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф или Х. Для начала рассмотрим варианты с прорезью. Для этого необходимо анализировать расположение вершинки осью нижнего зерна с левой стороны на левом колосе окружности из стеблей. Если вершинка не прикасается к стеблевой окружности, то это разновидность Б. В свою очередь данная разновидность делится на две, в зависимости от аверса монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 150 до 300 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 1200 до 2000 рублей. Если же вершинка соприкасается с окружностью, то это разновидности В, Г, Д или Е. Для их отличия необходимо анализировать положение горизонтали, проведенное от верхушки осью второго снизу левого зернышка на левом колосе, в направлении левого бокового узла. Если горизонталь выходит по нижней границе левого бокового узла, то это разновидности В, или Г. Чтобы их различить надо анализировать выход вертикали из центра правого нижнего узла в сторону последней буквы в слове копейка. Если вертикаль проходит значительно правее А, то это разновидность В. В свою очередь данная разновидность делится на две, в зависимости от аверса монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 600 до 1000 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 2000 до 2500 рублей. Если же вертикаль выходит примерно под середину А, то это разновидность Г. Средняя цена разновидности Г, составляет от 8 до 12 тысяч рублей. Далее перемещаемся правее и смотрим на горизонталь. Если она выходит ниже уровня нижней отсечки левого бокового узла, то это разновидности Д, или Е. Для их отличия надо анализировать выход вертикали из центральной точки верхнего узла к условной линии оси, вертикальной основы цифры 1 номинала. Если вертикаль из центра верхнего узла в сторону цифры 1 проходит примерно по оси вертикали, то это разновидность Д. Средняя цена разновидности Д, составляет от 150 до 250 рублей. Если же вертикаль из центра верхнего узла в сторону цифры 1 проходит правее оси, то это разновидность Е. Средняя цена разновидности Е, составляет от 400 до 600 рублей. Теперь переходим к разновидностям от М до Х. Для начала надо осмотреть наличие левого нижнего узла. Если он отсутствует, то это разновидность М. В свою очередь данная разновидность делится на 2, в зависимости от аверсы монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 500 до 1000 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 15 до 30 тысяч рублей. Если же левый нижний угол есть, то это будет любая разновидность от Н до Х. Для их различия необходимо анализировать выход горизонтали из верхушки оси 2 снизу правого зернышка в колосе с правой стороны в сторону нижней точки в правом боковом узле. Если горизонталь проходит немного выше нижней точки правого бокового узла, то это разновидность Н. Средняя цена разновидности Н составляет от 150 до 250 рублей. Если же горизонталь проходит значительно ниже нижней точки правого бокового узла, а на уровень нижнего зернышка в правый боковой узел выходит верхушка третьей снизу ости, то это разновидность Х. В свою очередь разновидность Х делится на 2, в зависимости от аверсы монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 250 до 400 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 2 до 3000 рублей. Если горизонталь проходит значительно ниже нижней точки правого бокового узла, а верхушка третьей снизу ости на одном уровне с верхним зерном в правом боковом узле, то это разновидности П или Р. Для их различия проводится горизонталь из вершинки ости у второго снизу левого зернышка от левого колоса в сторону левого бокового узла. Если горизонталь выходит немного ниже нижней отсечки, верхушки обреза стеблевого обода, который подходит к узлу снизу, в левый боковой узел, то это разновидность П. Средняя цена разновидности П составляет от 7 до 11 тысяч рублей. Если же горизонталь выходит намного ниже нижней отсечки левого бокового узла, то это разновидность Р. В свою очередь данная разновидность делится на 2, в зависимости от аверсы монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет 150 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 800 до 1300 рублей. Если горизонталь располагается немного ниже нижней точки правого бокового узла, то это разновидность С или Ф. Для их различия проводится вертикальная линия от центра верхнего узла в сторону условной осевой линии вертикальной стойки цифры 1 обозначения номинала. Если вертикаль смещена влево от оси, то это разновидность С. В свою очередь данная разновидность делится на 2, в зависимости от аверсы монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 250 до 400 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 2200 до 2500 рублей. Если же вертикаль сдвинута вправо от оси, то это разновидность Ф. В свою очередь данная разновидность делится на 3, одна из которых монета специального чекана и в обращении не встречается. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 650 до 1000 рублей. Монета специального чекана полностью повторяет предыдущий вариант. Отличия заключаются лишь в улучшенном качестве чеканки. Средняя цена такой монетки будет 100 тысяч рублей, согласно проходам на аукционах. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 1200 до 2000 рублей. Если горизонталь проходит приблизительно по линии нижней точки правого бокового узла, то это разновидности Т или У. Для их различия проводится вертикальная линия от центра верхнего узла в сторону условной осевой линии вертикальной стойки цифры 1 обозначения номинала. Если вертикаль выходит левее оси, то это разновидность Т. В свою очередь данная разновидность делится на 2, в зависимости от аверса монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 5000 до 8500 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 12 до 30 тысяч рублей. Если же вертикаль проходит примерно по оси, то это разновидность У. В свою очередь данная разновидность делится также на 2, в зависимости от аверсы монеты. Если у вас аверс монеты первого варианта, то средняя цена составляет от 150 до 250 рублей. Если же аверс второго варианта, то цена уже будет от 2200 до 3000 рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!